Видите, как хорошо сегодня у нас получилось. Так, мужчина означает ответственность. Если у него нет, значит, надо дистанцию сразу. Не надо пытаться из него буратину сделать. Бывает же такое, вот буратину сделай, у него гайка на носу. Мальвина думает, блин, не могу с гайкой, что за любовь такая. Гайку отвернул, ноги отвалились. Значит, не того мужчину встретил, понимаете, а на тебе с гайки. Понятно? Люди или зрелые перед тобой, или незрелые, и ты не сможешь ничего с этим сделать. В чём конфликт заключается? В незнании, насколько медленно развивается человек. Мы с вами изучаем тему конфликтов сейчас с другой стороны, со стороны незнания. Потому что конфликт означает, что ты чего-то не понимаешь. Тяжёлая судьба, допустим. Люди часто не понимают, с чем они встретились. Вот если ты вспоминаешь только о своей жизни, только после работы чуть-чуть, значит, ничего страшного вообще не будет. Если ты весь день вспоминаешь, то это уже судьба тяжелее тебя уже. Всё. И надо смотреть, что у тебя происходит. Если у тебя конфликты идут с людьми, но они тебя не предают. Держись от них подальше, жди. Придёт время, всё закончится. Тяжёлая судьба такого типа не действует вечно. Она тебя учит самодостаточности. Чего не надо делать? Не надо лезть на рожон. Вот пришла такой видосудьба. Не надо выяснять отношения, всё развалится. Действует как пружина. Вот так сжимаешь её, и он... С начальством, допустим, такая пошла жара, они тебя не любят, что-то там такое, как бы... Не лезь. Просто молись, не трогай. Ты попытался пару раз, и хуже стало. Не лезь, всё. Это называется жёсткая судьба. Она как пружина. Она сжимается в этом... И всё, у тебя жизнь вся развалилась. Зачем? Почему? Потому что нет знания. Такая судьба не преодолевается с помощью выяснения отношений. Она не решается. Она решается на дистанции. Нужно просто ждать. Ещё раз, как это проявляется? Вы чувствуете, что целый день вы думаете, вам тяжело. Вы не можете ответить даже на работу. Ситуация тяжёлая такая. Значит, судьба сильнее вас. Не связывайтесь с ней, подождите. И всё наладится. И третий вид судьбы, когда даже ночью спать не можешь. Так тяжело, что постоянно думаешь. Третий вид судьбы называется жестокая судьба. Женщины, не болтайте для вас, говорю. Для вас. Третий вид судьбы называется жестокая судьба. Как она определяется? Она определяется двумя признаками. Первый признак. Человек не может отвлечься вообще никогда. Он постоянно думает. Даже ночью, и то он вспоминает, просыпается постоянно память о память об этой ситуации. Это означает жестокая судьба. Жестокая означает жестокая. Это значит, что она может убить, эта судьба даже. Искалечить твою жизнь всю. И как надо с жестокой судьбой обращаться? Какие ещё признаки у жестокой судьбы? Она заставляет людей нарушать заповеди. Это признак жестокой судьбы. Начали вас грабить. Начали пытаться посадить в тюрьму ни за что. Пытаются, изменяют, предают, насилуют, избивают. Это жестокая судьба. Понятно? И с ней уже шутки очень плохи. Это очень опасная судьба жестокая. И она только одному человека учит. Она хочет повысить его уровень веры в Бога. Всё. Вот когда вера в Бога наступает, поэтому вот все описания жизни всех святых — это жестокая судьба. Их там избивают, там сажают в тюрьмы. И они показывают эту веру всем людям, показывают пример, как надо побеждать эту жестокую судьбу. Только верой в Бога. Только стойкостью внутренней. Человека не исправить невозможно, когда действует судьба. Люди все дуреют. Они теряют полностью разум. Жестокая судьба разрушает разум людей. И конфликт в чём заключается? В том, что вы пытаетесь неправильно действовать. Надо молитвой сейчас пытаться себя сохранить. Когда приходит просто тяжёлая судьба, вот первый вариант. Надо все обязанности выполнять и просто ждать, всё нормально будет. Приходят средние тяжести. Ты отстраняешься, ждёшь, когда закончится вот эта жара вся, и тогда уже нормальные отношения. А жестокая приходит судьба. Ты хоть отстраняйся, хоть не отстраняйся. Ты ничего не сделаешь. Она заставляет тебя просто погружаться в молитву. И если ты научишься верить в Бога и станешь самодостаточным, сильным человеком, способным несправедливость терпеть, принимать сердце, тогда всё исправится. Но если ты лезешь в огонь, то есть пришёл человек, который тебя предаёт, твою жизнь. Ты лезешь к нему, значит ты просто погибнешь, разрушишь свою жизнь. Вот это надо чётко, ясно понять. Рак — это жестокая судьба. Сейчас, мой хороший. Радость совершенна, если можно. Радость совершенна. Это необычные люди. Это... Святой Франциско — это неподражаемый человек. Мы не можем... Мы не можем имитировать радость совершенную. Мы не можем имитировать, когда люди под жестоким дождём идут голодные, в холод, и когда они рассуждают о том, что если нам туда, в этот замок, не пустят нас, не обогреют, то это и есть радость совершенна. Но это не для нас сейчас тема. Мы не можем сейчас об этом рассуждать. Потому что это способ реагирования на жестокую судьбу для святых людей. Обычный человек должен всё-таки найти себе какое-то прибежище. Он должен как-то статус-кво какой-то найти. Ему нужна добрая друзья, нужна нормальная обстановка. Надо настроиться на тех людей, кто тебе поможет. А не лезть туда, где тебя убивают. Итак, жестокая судьба только побеждается верой в Бога. Жёсткая судьба, когда она сильнее тебя, но она никого не заставляет предавать. Нет вот этого беспредела. Нет. Просто тяжело. Беждается дистанцией. Обычная тяжёлая судьба побеждает с выполнением своих обязанностей. В деловых отношениях на первом месте стоит долг и уважение. Если это не выполняется, начнётся конфликт. Чтобы выполнялось, можешь помочь человеку, но недолго. Потому что в деловых отношениях ты не обязан сохранять, во что бы то ни стало, эти отношения. Ты обязан сохранять коллектив. И продукцию, которую ты делаешь. Если человек давно работает, правильно, честно, сохраняется со всех сил. На него может временно влиять жестокая судьба, он может сломаться временно. Дай ему отпуск, время подумать, помогай, лечи его, не бросай. Потому что он давно служил, он уже проверенный человек. Но если человек только пришёл и начал так себя вести, надо его отправить обязательно сразу. В дружбе тоже. Можно с людьми дружить, по-доброму относиться, вместе дни рождения праздновать. Но если ты хочешь верного друга, и он не является таковым, ты его таковым не сделаешь. Это невозможно. Потому что это Бог даёт. Конфликт означает, что ты не знаешь, в какие отношения ты вошёл. Вот, допустим, я читаю лекцию, ко мне подходит человек, говорит, Олег, слушай, после лекции. Я Олег и даже Олежек. Это разные отношения. Но здесь, в России, по-моему, в России я Олег Геннадьевич. Там в Америке, может, он должен прошу нового, там ещё как-нибудь. Как угодно. Но всё равно это другие отношения. Если ты подходишь и говоришь, слушай, Олег, это отношения правильные сейчас на лекции? Дальше слушать уже не надо. Понятно? Потому что конфликт означает, что ты не понимаешь, как что начинается и как что заканчивается. Всё начинается с правильного отношения. Если человек не имеет правильных отношений, он хороший, нормальный человек, но он не понимает, что такое отношения, и не надо дальше продолжать это всё бессмысленно. Это не даст никакого результата. Поэтому очень важно во всём разбираться. Нет знания — значит конфликт. Вот, допустим, ты приходишь в больницу, тебе говорят, ну, как бы, осеннее пальто можешь не покупать уже, мы тебе ничем не поможем, но можем сделать полегче. Допустим, у тебя это полиартрит, у тебя болят суставы, ты пришёл в больницу, тебе говорят, ну, это неизлечимое заболевание. У вас будет конфликт внутри? Вот, если у вас рак четвёртой степени, вы похудели, и вам говорят, это можно вылечить. У вас будет конфликт внутри? Будет, потому что вас обманули. Если человек похудел, у него рак, значит, его вылечить уже невозможно. Ну, или, по крайней мере, можно, но не надо ничего ему обещать. Но если у человека просто суставы больные, ему говорят, тебя невозможно вылечить, это значит, что его обманывают. Конфликт — это значит, что ты не понял юмора. Вот ты приходишь куда-то, и ты не понял юмора. Тебе в больнице говорят, или вот как определить, допустим, тебе поможет человек или нет. Вот ты пришёл к психологу, допустим, уходишь, у тебя страх внутри. Чувство такое, как будто что-то плохое, тяжело как-то так, очень тяжело. Этот человек тебе поможет? Видите, вы не все говорите, что не поможет. Потому что у вас нет Знаний, и там у вас будет конфликт. Потому что когда ты приходишь к человеку, который должен тебе помочь, ты выходишь всегда вдохновлённым, даже если ты тяжело болен, или, допустим, у тебя какие-то непреодолимые ситуации жизненные, ты выходишь, у тебя счастье внутри, ты вдохновлён. Это значит, что этот человек имеет силы тебе помочь. Если ты выходишь, у тебя такое всё опустилось внутри, значит, этот человек не имеет силы тебе помочь. И не надо дальше его беспокоить. Понимаете? Ты к врачу пришёл, у тебя, ты выходишь, у тебя счастье внутри. Может, даже он тебе вообще ничего не пообещал. Чувствуешь счастье, значит, он тебе поможет. Или может помочь. А если выходишь, у тебя страх, всё опустилось, он тебе говорит, ты ему спрашиваешь, я жить-то буду, он говорит, я бы тебе не советовал. Тогда не надо. Тогда это называется осквернение состояния. Ты осквернился, ты пришёл, или ты пришёл к священнику, выходишь, тебе тяжело. Это называется осквернение. Ты должен всегда чувствовать вдохновение внутри. Вдохновение означает, что тебе помогает Бог. Бог, когда помогает, в сердце радость, радость такая, чистота. Даже человек может тебе сказать какие-то сложные вещи в жизни, но у тебя всё равно радость потом такая. Трудное чувство, но радостное, понимаете? Нет, чувство, всё, пропало, тяжело. Вот. Радостное чувство такого глубокого удовлетворения. Это значит, что конфликта нет, всё нормально. Конфликт означает, что что-то не то происходит. И ещё кое-что. Есть ещё определённая вещь, которую тоже надо знать. Вот, допустим, ты хочешь купить дом, и у тебя возникло сильное желание купить его быстрее. Что дальше будет? Знаете? А? Засады. Вот. В ведах говорится, что есть признаки жестокой судьбы. Она действует через жгучее желание. Это один из способов её действия, это жгучее желание. Вот если вам сильно хочется дом купить, вот этот дом быстрее, он самый лучший, очень опасно. Успокойтесь, значит. Придите в себя, молитесь, пока не успокоитесь, иначе нельзя туда лезть, не надо покупать. Вы не сможете правильно всё понять, оформить документы, не сможете разобраться в людях. Может быть, там вокруг одни алкоголики живут, может быть, там как бы всё дерево точит, червяк. Вы ночью как бы заснете там. Со всех сторон. И это его как бы, этот дом продали, потому что всё жрут. Со всех сторон деревянный. Всяк, вот что срокодно может быть вообще. Вот. Вы не знаете, вы там не жили. Почему его так срочно продают, такой хороший, за дёшевый? Ну, вам объясняют, что там срочно деньги нужны. Даже когда человек сильно хочет какать, он всё равно добегает до туалета. Ну, в основном. Но все верят, что он будет какать прямо здесь. Но все добегают. Даже если тебе много, сильно нужны деньги, ты всё равно добежишь до туалета и будешь продавать, ну, более-менее по нормальной цене, зачем за сильно дёшевый. И тебе жажда, ой, я не могу, быстрее. Это такая возможность. Это значит, что очень опасно. Ты, допустим, сильно влюбился, у тебя жгучие чувства, такое, ааа, я хочу быть с тобой. А очень опасно. Это очень опасная судьба. Злая судьба всегда действует через сильное желание. Ты чувствуешь в сердце страх. У тебя какая-то ситуация, ты чувствуешь страх и идёшь всё равно туда. Нормально? Нормально? Ни в коем случае. Сильный страх, и ты через силу идёшь. Надо что-то делать, тебе надо взять ипотеку. Чувствуешь страх и через силу. Ну, надо ж. Очень опасно. Или мра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Чувствуешь спокойно. Самое лучшее. Радость может быть такая, лёгкость, радость. Это ещё лучше. Это значит, милость Бога какая-то. Лёгкость, радость, такое чувство радости. Страх, это тебя сковывает, это опасно. И сильное желание, это очень опасно. Вот две вещи очень опасные. И они приведут к конфликту в вашей жизни серьёзно. Вот какое чувство у вас было, вот женщина, вы говорите, зачем я вышла замуж, что у вас было, какое чувство? Ну, расскажи. Страх. Страх был, через силу шла. Знаете, я вам сейчас расскажу одну вещь. У меня раз в жизни была такая ситуация, я увидел, что люди жили вместе до этого. У вас такая же ситуация. Раз через месяц. Мои хорошие, я же говорю не про эту жизнь. Вы, когда с ним встретились, вы чувствовали, что человек знакомый какой-то? А? Родственные души. Родственные души. Вот, слушайте меня внимательно. Когда люди сильно ругаются друг с другом, они наказаны в следующей жизни, что получить? Человека, с которым придётся ругаться. Но иногда Богу жалко других людей, и Он тебе даёт того же самого. Раскрыли тайну вашей ситуации. Поэтому страх, когда не надо козлёночком станешь, не пей водицу. Страх или сильное желание тоже не надо. Нужно изучать всё это. Есть и отношения любви, там нельзя правду выяснять, есть отношения долга, там не надо сюсю-кусю, разводите любовь. Надо чётко по инструкции действовать. Вношение долга, уважение, действие по инструкции, не выполняет замечания, ещё не выполняет до свидания. Всё чётко и просто, и понятно. Но если человек не понимает этого, значит будет конфликт. Потом вы приходите на работу, там вам говорят, ты работаешь, где ты отсидишь? Дальше что надо делать? Что надо делать? Уйти с этой работы. Потому что там невежественная среда. Там люди не уважают друг друга. Это ответ на ваш вопрос. Люди не уважают друг друга. Или нам пофиг на тебя. Выполняй свою работу, вали бабло, получай, вали домой. Нормально? Нет. Значит тоже надо им подарить весь мир. Бог поможет. Бывает, что тебе некуда уходить. Терпи, ищи другую работу, жди. Некуда уходить, жди работы. Пойми, что это злая судьба, тебе пришла, там ничего на этой работе не изменится. Тебе ничего там хорошего не светит. Там должна быть среда правильная. Есть три вида среды. Есть невежественная среда. Там царит грубость, безразличие к людям. И часто люди занимаются греховной деятельностью. То есть они продают спиртное там или еще что-нибудь такое. Наркотики, допустим. Вы понимаете? То есть греховная деятельность плюс грубость, хамство. Вот это безразличие к людям. Надо оттуда бежать. Это очень опасное место. Там нарушают закон. Вторая среда называется страстная среда. Люди ради денег работают. Но в страстной среде, в целом, в нашей жизни очень много страсти. Там можно выживать, но там должны быть элементы благости. То есть уважение, табельное расписание, четко, ясно, все с тобой, честно, по закону все делают. Тебя как бы никто не обманывает. Значит, живи. Понятно? Пандемия, допустим. Что это такое? Ростокая судьба. Ростокая судьба. Кто тебе поможет? Правильно. Вот надо все делать по инструкции пандемии или нет? Надо. Но не все. Ну, допустим, в маске надо ходить? Нет. Надо. Но не везде. И надо чаще снимать. Потому что, если ты постоянно ходишь в маске, то тебе не хватает кислорода. Кислород отвечает за иммунитет у человека. Воздух. Правильно. Отвечает за иммунитет. Правильно не хватает, иммунитет снижается. У меня есть друзья-врачи, которые работали вот здесь вот, в этой коммунарке, коммунарка, да, в больнице. И они там, многие поумирали, потому что они в масках там все время ходили, у них снизился иммунитет, и чуть-чуть вирус попадает, и ты и загнулся. Он тебе не обязательно на работе попадает, он дома может попасть. Там, где угодно, там, твой ребеночек, там, где-то в садик сходил, там, пришел, чихнул, и ты и все. Почему? Потому что ты снизил свой иммунитет из-за того, что нет контакта с воздухом длительное время, часа... Ну, вот у меня другой человек об этих многих случаях сказал, что там просто врачи помирали. А? Ладно, извиняюсь за эти слова. Если это так, я не... Но вы согласны, что люди, которые ходят в масках, у них снижается иммунитет, или нет? Как? Еще раз. То есть, который выдыхает, но вы же выдыхает тоже, потому что все в маске, все в маске, все в маске. Да, то есть, нужно свежий воздух. Да, хорошо, спасибо. Я, ну, то есть, я там не был, я там не был, мне сказал мой друг, который там работал, что там вот так было. Но если это не так, то я извиняюсь. Я извиняюсь, ничего страшного, нормально. Я могу пользоваться непроверенной информацией, иногда бывает такое. Но от этого ничего не меняется. С точки зрения иммунитета ничего не меняется. Вот если говорить о вирусной инфекции, любой, то когда у человека вирусная инфекция, он должен делать две вещи. Первое, отдыхать. И второе, когда он отдохнул, идти. Потому что иммунитет вырабатывается во время движения. То есть, нельзя переохлаждаться, нельзя перегреваться. Нельзя переедать, нельзя не досыпать, не отдыхать, нельзя контактировать с несвежим воздухом. Воздух должен быть свежим, но он не должен на тебя дуть напрямую. То есть, можно в соседней комнате открыть. Вот эти правила чисто поддержания иммунитета. Спишь, лежишь, спишь, когда выспался, иди. Ну, то есть, только время ходьбы человек побеждает инфекцию, потому что нужно длительное движение, чтобы бороться с инфекцией. Если человек пассивный образ жизни ведет, у него снижается иммунитет, и первым признаком снижения иммунитета является снижение пищеварения. Вот, допустим, человек... Да, 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 все. Да. А потом уже снижается. Если человек не пытается выходить, то он умолен. Да, да, да. Но он будет все нормально. Да, 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 да. Все нормально. Я с вами согласен. А? Я понимаю. Я просто так его тереблю. Хорошо, спасибо вам большое за ваш опыт, за ваши знания. Вот. Ну, то есть, мы говорим с вами о чем? О том, что когда приходит жестокая судьба, ты не можешь полностью полагаться ни на кого. Приходит время, и тебе говорят, ходи только в маске. Или тебе говорят, допустим, немедленно делай то, делай все, чтобы понять, что тебе делать, тебе надо молиться. Потому что приходит, когда жестокая судьба, она лишает человека полной защиты. Вот обычная жизнь, защищенная. Вот мы защищаем, у нас защищенная ситуация, да, допустим. Ну, человек живет защищенной жизнью. И, ну, приведу пример. Вот, допустим, садится самолет, загорается хвост у него. И, ну, стюардесса по инструкции говорит, все сидеть на местах. Что надо делать? Надо бежать вперед, потому что у тебя всего несколько секунд времени. Как только пойдет черный дым, который, именно от него люди помирают, там, в самолете, они от огня, они погибают от дыма, то у тебя уже не будет возможности ничего сделать. Ты просто бежишь и ломишься, и останется жив тот, кто быстрее выбежит из самолета. Вот здесь побеждает сильнейший, понимаете? Хочешь жить, беги, не слушай никого. Да, там будет давка, хаос, но выхода нет. Все, кто там сидели, в этом самолете, который загорелся с хвостя, вот, задняя часть все погибли, передние остались живы, и только одна женщина из зада, которая не послушала и побежала, она осталась жива. То есть, о чем я говорю сейчас? Я говорю, когда приходит жестокая судьба, инструкции не надо выполнять на все 100%. Здесь работает здравый смысл и очень глубокий внутренний опыт. Нужно быть очень решительным, чтобы понять, что делать и как в этой ситуации. Когда приходит жестокая судьба, нужно действовать очень собрано и полагаться только на Бога в сердце. У меня тоже есть определенный опыт с этой штукой. У вас есть свой опыт в коммунарке, у меня есть свой опыт не в коммунарке. Я экспериментировал на себе. Я никому это не советую делать, но я изучал этот вирус, на себе изучал. Я изучал его с помощью бега, смотрел. Я три раза заболел этой инфекцией. Вот. Самый последний раз я ее победил просто зимой. Это было в Зеленограде. Я читал лекции. И у меня на следующий день была пробежка. В этот день мне надо было идти в Индию и сдать тест. Я сдал тест, он оказался положительным. Я чувствовал небольшую слабость. Как бы начиналась только инфекция. Небольшая слабость в носу, першение глаза, чуть-чуть горло. Я побежал в мороз сильный, побежал, пробежку сделал свои 17 километров на свежем воздухе. И на следующий день я сделал еще один тест. Все было отрицательным. То есть вирусной инфекции уже не был. То есть я его с помощью движения сжег. Но если бы я побежал с температурой, был бы противоположен результат. Но это мой личный опыт. Я знаю, что делать и когда. Но допустим, опять же, это все проявление решимости. Другой раз у меня был прям наоборот. То есть я был уверен, что у меня все будет нормально. Я приехал в Одессу, там организатор болел уже, сидел рядом со мной, чихал, кашлял. Мне было пофиг. Я бы не заболел, если бы я не сделал глупость. Я пошел на следующий день, уже будучи инфицированным, я пошел искупался в Черном море. Это была осень. Обычно я в ледяную воду переношу хорошо. Но когда у тебя инфицирован организм, нельзя переохлаждаться и перегреваться. Я переохладился и получил себе инфекцию, естественно, не такую сильную, потому что я тренируюсь. Я продолжал делать зарядки, двигаться на свежем воздухе. У меня температура продержалась дня 3, наверное, 37 лет. Потом дальше в Москву, когда я уже приехал, на следующей пробежке я уже сжег инфекцию. Но не надо этому подражать, потому что здесь так все очень опасно. То есть если человек реально не понимает, с чем он имеет дело, и у него слабый иммунитет, можно в коммунарку попасть уже сразу после пробежки. Просто у каждого своя жизнь. Да, да, да. вы заканливались. Как вас зовут? Серафим. А, я вам уже вас накормил уже. Вы не побоялись заразиться от меня? Я вообще не боюсь. Ну молодец, Серафимочка. Все. Я ее запачкал сначала, потом накормил. Она инфекционист, как она смогла все это перенести. Ладно, это интересно. Хорошо. Ладно. Какие у вас вопросы? По лекции, по лекции. Нет, вот девушка. Она у нас активистка. Здравствуйте, религиональщика. Соглашаю. У меня конфликтная ситуация произошла четыре года назад. И как бы я психологически и внутренне конечно из этого вышла, но я как бы переживаю, что если этот начальник опять в моей жизни появится, с которым вот у меня как бы... Вы на этой работе остались, но начальник не тот, да? нет, я просто подозреваю то, что этот же начальник, он ко мне опять вернется в моей жизни не имею ввиду, скажет, типа, давай с нами работать и все такое, и я... А зачем он вернется? Это какой-то кошмар, как бы, как крюк делал уже какие-то... Ну да, да, я же говорю, это вот... Вы боитесь просто, чисто такой... Не то, чтобы страх, дело в том, что я хочу сказать, что хорошо, ладно, я согласна, но я бы хотела тогда сказать, ну, точнее попросить, чтобы были иные условия. Я понимаю, что, возможно, мои условия будут немножко несправедливы по отношению к коллективу. Начальник сделал стресс, дал жесткий, не надо связывать. А если у меня нет выбора? Есть выбор. Ну, у меня лично сейчас выбор — это уехать за границу, потому что здесь я сколько ни пыталась, четыре года. Это тоже вариант, это нормально для вас вариант. Вот сейчас в Москве вам очень тяжело, у вас жестокая судьба. Давайте разберем вашу ситуацию подробно. Первый, вы получили блок себе в вашем психическом теле на в конце третьего, в начале четвертого слоя находится сильный динамический блок, он вызывает страх, ваша трясет от этого страх. Этот блок надо убирать длительной ходьбой. Если вы его не уберете, дальше будут проблемы уже с, могут, с тканем мозга, с позвоночником, с тазобедренными суставами, там, это все уже результат будет влияние на четвертый психический слой вот этого блока. Пока еще до болезни не дошло, но блок сформирован, вы получили стресс, и он сидит внутри вас. Вот это ощущение страха, что начальник придет и будет то же самое, это ощущение означает испуг, который в вас сидит, и его надо убирать, иначе дальше будет только хуже со здоровьем. Блок сам не убирается, его надо аскезы убирать. Я способна пять минут сидеть в холодной это другое, это статическое напряжение, мы говорим о динамическом напряжении. Просто я думала, что у вас нет статического напряжения, у вас там чистенько все, по токсинам тоже нормально, посты там все тоже, у вас динамическое напряжение страдает, нужно длительное движение. Понятно? Это первое. Второе. Вы не поняли суть лекций. В этом, в этой мире люди быстро меняются. У вас есть желание определенной деятельности. Это желание вступает в конфликт со здравым смыслом, потому что вы у этого же человека получите тот же самый результат, но не в такой же степени, потому что тогда был плохой период и он наложился на него. Но этот человек уже ничего хорошего вам в жизни не сделает. Потому что тот вид стресса, который я вижу, который как вы перенесли, никогда не дает другого результата. Вот вы получили психическую травму, с этим человеком не может быть счастья в вашей жизни. Если бы это была семья, мы по-другому с вами разговаривали. Но это не семья, это деловые отношения. Поэтому нужно избегать дальше этой ситуации в жизни. Ну, у меня страх не то, чтобы его, у меня страх себя выразить, потому что в принципе я имею право, я считаю, что я имею право диктовать свои условия, потому что это он теперь ко мне пришел, а не я к ним. Как начальник пришел? Да, потому что это он теперь уже ко мне пришел, а не я туда. Вы заблуждаетесь. Если человек сам берет нож, вас режет, или вы ему даете нож, вас резать, разницы никакой нет. А как мне тогда себя вести? Ну, то сейчас, по крайней мере, у меня, ну, скажем так, дорога ровно такая же, как 4 года назад. Просто у меня мозг все забыл, все, что было плохое, я там молилась, вы понимаете. Вот, но по факту... Вы меня все услышали, да? Мы о чем говорили? Как бы, от добра добра не ищут. Ты уже получил этот опыт, дальше люди быстро не меняются. Не нужно дальше туда опять лезть. А в какую страту мне тогда переехать? Потому что я для себя решила, если опять будет то же самое, то я тогда приеду в другую страну. Какую страну? Ну, я рассматриваю три. Израиль, Америка и Стамбул. Израиль это сейчас самое лучшее место. Прямо, 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 прямо в Ашкелон приезжайте. Это прямо как раз там рядом с газом, прямо там 7 километров. Ну, тогда Америка или Стамбул. Потому что Америка не вариант. Потому что вы не сможете там жить. Там другая энергетика. Стамбул нормальный для вас? Россия рядом, можно в любой момент свалить. Ну, то есть вы мне сейчас намекаете, что я не уехаю? Ничего не намекаю. Вам очень тяжело сейчас в Москве, нереально. Это сейчас не ваше место для жизни, точно. Можете съездить в Стамбул, но... Так я же там жила вот эти последние полгода. В Стамбуле? Да, я там жила. Там же работа это было? Нет, я там просто смогла обосноваться, там все узнала, там все такое. Нормально вы там жили? Ну, как вам сказать, и да, и нет. То есть, с одной стороны да, с другой стороны нет. И сейчас такая же ситуация у меня в жизни. То, что вот у меня получается, опять все возвращается ровно в ту точку. хорошее подойдет после лекции продолжим. По лекции есть вопросы? Ну, давайте мы не будем на личное переходить. Вот девушка у нас разумная. По лекции вопрос. Потому что я не буду вашей вам к личную консультацию сейчас давать. По лекции мы решили, что надо валить от начальника. Да? Валюти, спасибо большое, что спросили. На самом деле не сильно надеялась, потому что на ретрете скажем так, не такая уж разумная оказалась. Все затекло. Два дня назад. Нет, вы пробуете, изучаете все. Все затекло означает статическое напряжение. Оно вас сильно организует. Ну, да. Ситуация на самом деле сложилась давно, но еще до того, как я слушала вашу лекцию, начала слушать ваши лекции год назад, у нас с мужем сложилась ситуация развода. Вот. И я просто не потянула, может быть, сейчас бы, как вы говорили, я бы сопернице глаза бы вытаскивала, как вы советовали на прошлых лекциях. Вот. Но тогда я еще ваши лекции не слушала, поэтому... Ну, здесь ведь произошло предательство, понимаете? Ну, выкатцеры полевые глаза, но он как бы вас предан. От этого состояния мужа-то не меняется? Я просто не... Понимаете, я, как говорится, свечку не держала, но просто я очень долго его, как бы, уговаривала, там, скажем, детьми и вообще своей как-то, ну, любовью, привязанностью, что надо сохранить семью. Вот. Но я соглашаюсь с тем, что мне просто силы хватило, на тот момент я не молилась, скажем так, так, как надо. Вот. Мне кажется, что я очень, ну, отчасти очень виновата в этом плане. Вы виноваты, знаете, в чем? В том, что, когда создается семья, женщина должна создать атмосферу в доме, чтобы вот эта божественная энергия любви поддерживалась, чтобы у мужчины всегда жила совесть в сердце, потому что женщине Бог совесть дает просто так, а мужчине он дает через женщину. И вам надо было просто поддерживать чистую атмосферу в доме. А вы заработались там, понимаете, за, ну, чем-то другим начали заниматься и в это время пришла жестокая судьба и совести уже не хватило. То есть, это ваша недоработка. Да, да, я согласна. Совести не хватило. Вот в этом проблема. Женщина, женщина, вот это, ну, совесть в семье, это ее работа. Да, я согласна. Просто сейчас я пожинаю воды, на самом деле, вот в прошлом году очень сильно молилась прямо очень меня тянул в храм и я даже с ним нашла общий язык и сказала, что я его там и прощаю и пусть он будет счастлив. Нет, нет, стоп, стоп, стоп. Не я прощаю, он должен просить прощения. Нет, в том плане, что я не держу на него зла. То есть, я почему-то говорила, потому что настрой детей сделал глупость, я так понимаю, что, что я не могу сказать, он меня там заблокировался, он не общается, он все время меня обвиняет и я ему даю понять каждый раз, что, ну, я понимаю, что ты, там, у тебя сил не хватило, это еще что-то, что я отчасти виноват, но я на расстоянии держусь. Мне просто детей очень жалко, я на самом деле для себя уже поняла, что? Как вас зовут? Татьяна, Танечка. Вы не сдали экзамен. Да, я не могу. Вы сейчас просто пытаетесь решить вопрос в той среде, в которой вопрос не решается. Жестокая судьба означает только одну вещь, вы должны дойти до определенного уровня веры в Бога. Вы его повышаете, повышаете, повышаете. Наступает такой момент, что ваш контакт с Богом становится настолько сильным, что вы можете выдержать удар судьбы. И это будет выражаться в том, что ваше чувство собственного достоинства, ваша сила внутренняя станет устойчивой. Вы почувствуете себя очень устойчиво внутри, а сейчас вы неустойчиво, вас шатает. Вы чувствуете, что вы шатаетесь, но вы очень такой человек, очень разумный, и вы с помощью разума пытаетесь решить вопрос с помощью прощения, деликатного обращения с ним, пытаетесь решить вопрос, а у вас не с ним вопрос. У вас сейчас вопрос в отношении с Богом. Вы должны перед Богом сдать свой экзамен, и вы его не сдали. Хитрить бесполезно. Вам надо молиться дальше, и когда у вас внутри устойчивость появится, сила, спокойствие, чувство, что все получится, с этого момента вы становитесь сильнее жестокой судьбы. И дальше, когда вы станете сильнее жестокой судьбы, вы можете решить вопрос тем методом, который вы используете по отношению к мужу. Метод доброты хороший, но в нем надо знать одну грань. Перед грешником нельзя унижаться. Вот если вы чуть-чуть эту грань нарушили, вы его поете ядом. Он считает вас хуже себя, что он большего достоин. Понимаете? То есть вы этим методом доброты можете пользоваться, когда вы его сильнее. Но если вы сейчас его слабее, поэтому вы используете этот метод, а ему пофиг. Ну да, я заметила, что как он говорит мне по барабану на себя, много очень радостей мне говорит каждый раз. И у меня даже старший дой сделал замечание, мама, остановись, он просто перегибает палку, а я каждый раз да, чем больше вы будете перегибать палку, вернее, не останавливаться, тем дальше от вас будет муж, потому что он больше будет на вас совершать оскорбления. Надо сейчас остановить этот процесс, потому что вам надо стать сильной. Вы не с помощью вашей доброты, логики, здравого смысла не сможете сейчас восстановить семью, потому что вы не сдали свой экзамен. Жестокая судьба не остановится, пока вы не сдадите свой экзамен. Она обращена не на вашу семью, а на вас лично. Вы должны стать, цель человеческой жизни это вера. Ваш самый главный период в жизни сейчас идет, в вашей жизни сейчас самый главный период. Самое главное в жизни человека это приблизиться к Богу. Другого способа у вас нет приблизиться, как через страдания. Бог не отпустит сейчас ситуацию, вернее не Бог, а жестокая судьба, не отпустит ситуацию, пока вы не приблизитесь к Богу. Как только вы свою задачу выполните в отношении с Богом, в этот момент тучи начнут рассеиваться. Они это как собрались сами по себе, так и рассеиваться начнут сами по себе. Ваша способность вернуть к мужу колоссально. Она сейчас не будет работать. У вас есть такая сила. Я понимаю, о чем вы говорите, но вы не знаете, как его возвращать. Вы должны доказать ему своей духовной силой, что ему лучше с вами. Это с помощью молитвы делается и добрых отношений. А дальше вы должны ждать его раскаяния. Если раскаяния не придет, человека вернуть невозможно. А если вы будете пытаться это сделать, вы разрушите свою жизнь. То есть сколько мне это работать сожидать? Если говорить по объему, то по объему вашей отношений с жестокой судьбой у вас осталось где-то еще 25%. А касается отношений с этим человеком, то у вас даже не началось его возвращение, потому что в эту сторону даже ситуация не смотрится сейчас. Потому что он ведет себя цинично. То есть вы должны чтобы ему дать шанс, вы должны все три круга судьбы пройти. Первый круг спокойствия в сердце, вы его прошли. Второй круг способность с ним общаться, вы его прошли в какой-то степени. То есть у вас 50% уже пройдено и вы чувствуете силу в себе, но у вас нет возможности, основания от Бога нет разрешения ситуацию исправить, потому что вы не сдали свой экзамен. Вы должны сначала первый круг спокойствия в сердце, потом чистая память о нем, способность правильно взаимодействовать. Но он ведет себя как демон сейчас, нельзя близкие отношения строить. Третий круг судьбы это вы промаливаете уже и у него появляется внутренняя возможность поменять отношения к вам. Чтобы на третий круг судьбы выйти, вы должны я согласен на любое твое решение, а сейчас вы пока не согласны, вы бунтуете. Вы должны сказать, или он вернется, или не вернется, но я хочу полностью победить свою судьбу. Тогда вы выходите на третий круг, молитесь, и он дальше решает. Или он возвращается к вам, что очень возможно, потому что у вас есть такая сила вернуть этого человека, хотя он ведет себя ужасно. И второй вариант, он скажет, нет, я не вернусь. Если он скажет, нет, я не вернусь, вы ничего с этим не сможете сделать, его дорога в ад. То есть дальше он будет получать очень жесткие наказания от Бога. Бросать так жестоко четверых человек, никому Бог не позволит. Ну вот проблема вторая, то что на детях все это сказывается, я пытаюсь... Моя хорошая, на детях сказывается жестокая судьба. Человек не может быть сильнее Бога. Как только вы сдадите свой экзамен, на детях ничего сказываться плохого не будет, потому что я вас уверяю, вот вы сейчас смотрите в одну сторону, в сторону отца своих детей, но вы не знаете, что у Бога хороших мужиков завались, есть еще в 10 раз лучше вашего мужа для ваших детей, в 10 раз лучше. И я таких людей рядом с вами уже вижу. Я точно вы одна не останетесь, точно у вас будет хороший человек, точно дети будут защищены, точно, но вы не сдали свой экзамен. Я тебе раз уж не скажу, спасибо. Все, вперед. По лекции есть вопрос, вот мужчина, я уверен, что по лекции, да? Конечно, по лекции. Все обманывают меня, кто-то заодно тут. О, по лекции, точно. Во избежание будущих конфликтов, например, у меня отец не принимает мой вид питания без мяса и у него есть переживания по поводу детей будущих. Он от меня требует внучков и говорит месяца на три его хотя бы мне дайте, чтобы эти не испортить. И вот как здесь, чтобы и волки сытые, и опты целые с отцом общаться, чтобы не обделять его вниманием внучков, чтобы он не имел своего негативного влияния на них. Да, сейчас объясню. Хороший вопрос. Вот смотрите, надо разобраться, надо получить знания внутри, в сердце, что нужно родителям. Родителям нужно больше всего уважение, к себе уважение, а на втором месте стоит исполнение. Вот запомните. Вот давайте представим, вы сильно уважаете свою маму, допустим. Она говорит, доченька, вот делай так. Она говорит, мамочка, спасибо, я буду стараться, я буду делать так. и у вас не получилось сделать. Она что скажет, ну дурочка ты моя, у тебя ничего не получилось. И все, никаких конфликтов не будет. Потому что вы выполнили главное, вы уважаете, вы говорите, папа, я тебя очень уважаю, там, все, вот, но я не смогу тебе детишек дать, потому что ты их мясо наколишь. и улыбаетесь. Он скажет, ты дурак у меня, блин, вегетарианец, скотина. Вот. А вы скажете, да. Не будет никакого конфликта. Так уже с 13-го года. Все, вот так надо продолжать. Шутки, смехи. Здесь ограничить, то есть общение, потому что маленький ребенок, он губкой все впитывает. Ну, а если ваш отец захочет его кормить, это осквернение для вас, вы испортите с отцом отношения. Ребенок-то, ну, чего он маленький, ну, накормили его мясом. Ну, от этого его мировоззрение не поменяется. Поменяется ваше отношение с отцом, вы будете воспринимать как отравлен, как будто отравляет вашу жизнь. И вам будет очень потом тяжело. Нет, я с этим справлюсь, со мной не справлялся. Просто я для себя понял такой момент, не оставаться на ночь в его доме. Просто приехал, показал, он чуть понячился и уехал куда-нибудь. Другой местной швейки. А почему на ночь нельзя остановить? Он ночью подкрадется и будет кормить детей мясом, что ли? Ну, у него просто есть зависимость и не хочется в этом боли. О, я понял. Вечером начинается пьянка, да? Да, тогда да. Благодарю вам. Спасибо. Да вот мужчина так сильно хочет спросить. Давайте, да. Спасибо. Я хотел спросить, вот такой вопрос, наверное, сейчас актуальный, ну вот такая тема, бесконечное саморазвитие, когда в семье жена что-то ее понесло и все, и все, и что мы только не проезжали, и закапывались, и лима, хопали, и блин, ножи, и зубы, и шаманы, и стекнос у нас, Ну, это врач, как она грамотный врач, все. Я вас очень понимаю, я вас очень понимаю, я жрал кораллы. Да, да, да. Честно, я жрал два года кораллы, потому что у меня жена пошла в коралловый клуб, и она хочет мне сделать благо, причинить благо. Она говорит, будем пить кораллы. Я врач, я сам чувствую, что им подходит, что нет, я говорю, ну это вот мне не подходит, она говорит, нет, подходит. Окей. Я пью кораллы. Два года пил кораллы, жрал кораллы, вот. Она забыла про кораллы, и она занялась магической уборкой. Я так счастлив, потому что меня это не касается, она там скручивает в трубочке, там одежду, там что-то все. Ну слава Богу, кораллы жрать не надо. Я вас понимаю. И вас уже, и магия, и всякие церетели, там, друзья, подружки. Да. В общем, ну это все же идет. А это женщина, вот так, у нас есть женщины, которые так отдыхают. Дети уже обалдели, мы давно уже. Скоро вообще, женщины так отдыхают. Она с утра на душе, она то на работе, потом она умирает, поезжает. Вот это видите, вот когда женщина дома не отдыхает, она будет отдыхать на ретритах. И это очень опасно для мужа. У меня жена разок, как бы, сходила на ретрит и говорит, надо унитаз закрывать, а то оттуда идут злые духи. Я выхожу из ванной, как бы, она говорит, ты закрыл унитаз? Я говорю, нет, иди закрывай. Я иду закрывать. Потом так длится 50 раз, наверное, примерно. Я считал, сколько раз я забываю закрывать унитаз. Потом она мне говорит, ты закрыл унитаз? Я говорю, нет, иди закрывай. Я иду, смотрю, закрыт. Я говорю, ты закрыл, а она говорит, нет. То есть я закрыл его и забыл. После этого я всегда закрывал унитаз. Помню, я не помню, она меня надрессировала нафиг. Я закрывал, и все, потом тема закрылась. Но причина, почему она, женщина, любая женщина, она как вот живет? Она, когда увидела что-то интересное, важное, у нее все, что до этого было, стирается, приходит домой новенькая и говорит, все, мы живем по-другому. И муж такой, нифига себе, началось теперь пять за нот. Да, вот так женщина устроена. И ничего с этим не сделаешь, это их природа. Надо любовь означать терпение. Понятно. кто-то думал, все женщины конферкты. Вот если бы у меня жена была инфекционистом, я бы ходил в маске дома, пополнял бы правила стерилизации, все это. все серьезно. с женщинами. Это все серьезно. Любите свою жену. Но вы поймите, почему она так сильно зависает на всем. Вы не даете достаточно теплых отношений. Вам надо ей сделать так, чтобы она дома отдыхала, она бежит из дома на курсы, на разные. вам надо ей дома создать нормальную обстановку. Учитесь с женщиной по-доброму, мягко, по-доброму разговаривать. И не отвергайте ее заботу. Это же интересно так жить. То кораллы жрешь, то унитазы закрываешь. Все как-то не скучно. Усталость вином снимает. Вином снимает. Это плохо. Это плохо. Это уже не шутки. Это называется статическое напряжение. Надо вместе с ней в бассейн ходить, как-то выживать. Методичку почитайте, как убирать статическое напряжение. Ладно, мои хорошие, мы уже закончили лекцию по всем статьям. Уже десятый час. Давайте будем завтра у нас ретрит, знаете? Все записались. Очень важное мероприятие. Будем побеждать судьбу. Кто из вас был позавчера на ретрите? Понравилось вам? Поняли? Остальные, кто никогда не был на ретрите? Есть такие? Ой, мои хорошие, вы вообще даже не представляете, что это такое. жизнь до ретрита и после ретрита. Так или нет? Или я придумал? Еще есть жизнь до проруби и после проруби. Я согласен с этим. Согласен с этим тоже, да. Но это, знаете, это не для всех. Кто действительно может, так чувствует, можно завтра на пробежку, надо всех приходить. А мы объявление по пробежке сделали? Я вам насколько положила ли? У нас был. Так, мои хорошие, завтра все на пробежку. Не серьезно, потому что это тоже жизнь до пробежки и после. Вот для чего эта пробежка нужна? Для того, чтобы вы вдохновились работать над собой. Там будем бегать, счастья всем желать, радоваться, смеяться вместе. Кто-то ходит, кто-то ползает, кто-то бегает. Все радуются, смеются и счастье испытывают. Понятно? Потом посмотрите, как мы будем радоваться проруби. Тоже же интересно. Значит, пробежка 24 декабря, Измайловский парк, МЦК Соколиная гора. Сбор памятника Ленину в 6.50. Старт в 7.00. Организатор Юрий. Вот Юрий. Выйди сюда, Юрий. Вот Юрочка у нас тут. Всем здравствуйте. Очень многие приходят на самом деле решить свои проблемы. Олег Иванович дает знания о проблем решательной гаданицей на пробежке, на ретрите. Приходите. Получите опыт, вкус. Всем удачи. Спасибо. Четко при всяких рассусоливании. Все или прямо. Будем «Аллилуйя» «Ладно, давайте почитаем». Давно уже не проводили. Я жду всем счастья. Настраиваемся на мир на земле, чтобы не было войн, чтобы люди уставшие от этих всех воин, чтобы они как-то отдохнули от этого все. Вот это давайте будем желать людям, чтобы было спокойствие на земле, благодать, чтобы перестала жестокая судьба действовать на землю. Я ожидаю, что это закончится в 2024 году. На самом деле, если кто-то слушает мои лекции ранее, 2010 года, допустим, там был вопрос о конце света, очень серьезно в 2010 году, на 12-й год косили все, чтобы нет света. меня этот вопрос задавали, я помолился серьезно и рассказал, что жестокая судьба на землю придет в 2019 году, и что в 2024 это закончится, когда издалека видно легче, чем изблизи. Я тогда еще посмотрел, вот она судьба вот так была, в таком отрезке. Даже у нас были вопросы о неподробности, люди спрашивали, даже в одной из лекций, мне сказали, я уже не помню, что я говорил, что возможно будет сильная какая-то инфекция, которая будет по всей земле ходить. Ну, по крайней мере, я точно говорил, кто из вас эту лекцию слушал 10-го года? Что там конкретно говорилось? А? Не подните? Вы отметили, что было предсказание, да? Да. Редактор субтитров Корректор Субтитров